Как открыть фирму за 8 минут? На что лучше тратить сбережения и можно ли обезопасить себя от мошенников при покупке в интернете? Ответы на эти и многие другие вопросы искали студенты Звенигородского финансово-экономического колледжа, ставшие участниками квеста в мире финансов, цель которого – повышение уровня финансовой грамотности. Кто уплачивает налоги? Налоги на среде. Мы отстали, что индивидуально предпринимательный отличник. Когда нужно уплачивать налоги? Срок, иначе что будет? Штраф, иначе будет. Отлично. В квесте приняли участие более 100 студентов колледжа, 8 команд, 8 локаций и всего 7 минут на выполнение одного задания. Каждая заключается в прохождении финансовой викторины, разгадывании ребуса или кроссворда в разных категориях – от личных финансов до бюджета государства. Успешно справляться с испытаниями позволили полученные навыки. Мы уже не первый год проводим мероприятия по финансовой грамотности. Мы проводили в школах, в университетах. Сегодня мы приехали в Звенигородский колледж. Здесь ребята очень активные, ответственные. У них присутствует командный дух. Со всеми заданиями справляются отлично. Разработчики уверены – обучение в формате игры позволит студентам не только расширить знания в финансовой сфере, но и основательно углубить их с помощью квалифицированных специалистов, ведущих финансовых институтов страны. Мы решаем его с помощью игр, чтобы детям было не скучно, чтобы то, что они проживали, они проживали вместе с эмоциями. Ведь когда мы испытываем какие-то эмоции, мы это запоминаем. В завершении все участники получили памятные призы. Но главное – возможность прокачать полученные знания. Елена Краева, телекомпания Одинцова.